Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы продолжаем наш цикл интервью с ведущими специалистами по лучевой диагностике нашего города. И сегодня в гостях у нас в студии профессор кафедры лучевой диагностики Санкт-Петербургского государственного университета имени Мечникова, профессор Ирина Наталья Александровна. Здравствуйте, Наталья Александровна. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо. Я, конечно, волнуюсь, но попробую ответить на ваши каверзные вопросы. Ну, они будут несложные. Наталья Александровна, традиционно наше знакомство мы начинаем с такого вопроса. Расскажите, пожалуйста, как вы решили стать рентгенологом? Может, какое-то событие случилось, которое сподвигло вас выбрать этот путь? Ну, вообще-то да. Я, на самом деле, училась в Петрозаводском государственном университете имени Кусенина на медицинском факультете и очень увлекалась пульмонологией, увлекалась онкогематологией. У нас такие великие учителя мои – это Иридия Михайлович Менделеев, Генрих Менцианович Берлинер. У меня даже есть подписанные им фотографии, где он написал, что я, Наташа, будешь хорошим врачом, и я храни ее на самом деле. И, конечно, Анатолий Петрович Зильбер, у которого я там пропадала день и ночь. И вот в определенный момент на четвертом курсе к нам приехала Наталья Александровна Карлова. У нее был доцентский курс в нашем институте, и я совершенно отчетливо помню платье, в котором она была, и ее лекцию про беззаро-желудка. Я, конечно, была просто восхищена, потрясена и увлечена. Вот после этого я уже больше ни о чем другом думать не могла. И, конечно, это очень повлияло на выбор моей профессии. Хотя у меня мама рентгенолог, и на самом деле она мне всегда говорила, что рентгенолог из меня не получится, может быть. Поэтому вопреки я старалась. Но, конечно, вот эта личность Натальи Александровны произвела на меня неизгладимое впечатление. Так что про беззары желудка я знаю очень давно и много. Понятно. Скажите, а вот кто из учителей оказали наибольшее влияние на вас уже, на ваше становление как специалиста на выбор направления научной работы? Ну, безусловно, на самом деле у меня очень много учителей. И я даже вот не знаю, как бы мне так кого назвать, чтобы не обидеть. Поэтому я заранее извиняюсь, если я вдруг кого-то не назову. Ну, пожалуй, самым основным человеком, который вот вел меня вот с самых азов, это была Лариса Никитична Троицкая, это был Гидуф, клиника таракальной хирургии. И, наверное, она первая показала мне вот этот путь не бояться таракальных хирургов. У нас была вот это принята такая история, что таракальные хирурги приглашали рентгенологов в кабинет прийти в операционную, и посмотреть на то, что они писали живьем. Ну, и я, так как я была молодой начинающий доктор, я еще эти препараты носила в патанатомию. И, видимо, вот это вот все сложилось во мне внутри, и вот так серьезно на это все повлияло. Ну, и еще, конечно, не могу не сказать о Евгении Ивановиче Тюрине, который был главным рентгенологом города. И как вот мы приезжали к нему со своими снимками, и с трепетом ждали вердикта, правы мы или не правы. И вот эта доброжелательность, вот это вот, понимаете, такое обволакивание добром, и вот как-то очень логичный подход, вот чтобы мы сами догадались, что в конце концов на тех снимках, которые мы привезли. Вот, ну, для меня это путеводная звезда, когда я сейчас уже сама преподаю, я стараюсь вот это все вот как-то применять в своей жизни. Ну, и, наверное, конечно, Игорь Евгеньевич Тюрин, это мой научный руководитель, мой научный консультант, человек, у которого я училась и продолжаю учиться, профессии, и не только профессии, а вот методичности, четкости, логики, возложения своих мыслей в том, чтобы донести какие-то знания до молодежи. Понятно. Наталья Александровна, расскажите об университете, в котором вы сейчас работаете, как организована служба лучевой диагностики, какое оснащение у вас есть. Это важно, наверное, для каждого рентгенолога знать, чем коллеги могут похвастаться. Ну, на самом деле я вообще из практических рентгенологов, и обе свои диссертации я защитила, будучи просто врачом-рентгенологом. Сначала в традиционной рентгенологии, потом в компьютерной томографии, и потом уже в магнитно-резонансной томографии. Поэтому на кафедре я с 1999 года, но совсем недавно я перешла туда как основной сотрудник. Александр Васильевич Холин пригласил меня на должность профессора, и, конечно, я согласилась, потому что уже чувствую в себе, что могу что-то рассказать. Я, как человек такой неординарный и много занимающийся с клиническими ординаторами, ну и студентам мы тоже преподаем. Конечно, люблю всякие разные интерактивы, что называется. Мы и лепим бронхиальное дерево, и рисуем, и выступаем с докладами. Мне кажется, что это очень важно, потому что сейчас, когда молодые рентгенологи чувствуют вот это вот неравнодушие к себе, когда очень много в интернете информации, и ты должен конкурировать порой сам с собой. То есть я есть в интернете, и я есть перед ними живая. И мне надо вот все-таки как-то перебороть даже саму себя ту, а я уж не говорю про другие известные фамилии нашего города, страны и даже мира. Поэтому вот мне кажется, это вот очень важный такой путь. Ну а насчет оснащения. Основная база, на которой я работаю, это первая детская больница. Сейчас это центр высоких медицинских технологий на авангардной 14. И, конечно, у нас очень большая направленность в этом центре на нанотологию, потому что на 683 коеки больничных у нас 105 коек реанимации. Из них 68 коек – это реанимации новорожденных. И поэтому все мы, работающие в этом учреждении, так или иначе, связанные именно с малышами, и работая в этом направлении, уже, наверное, не так боясь. На самом деле нельзя не бояться, когда ты работаешь с такими маленькими детьми. Ну, может быть, уже чуть-чуть появляется какая-то уверенность. Хорошо. Наталья Александровна, расскажите, наша аудитория, о ваших научных интересах. Ну, как я уже сказала, конечно, я занимаюсь детством. На самом деле я взрослый рентгенолог, и у меня был такой эпизод в жизни. Я поступала в Первый медицинский институт, но меня не взяли, потому что у меня есть университет в Петрозаводске. Ах, реклама сейчас ногти кустает, наверное, да? Да. И мне предложили учиться в педиатрической академии, потому что баллы у меня были очень хорошие, естественно, которые за экзамены, и, естественно, это было средний балл 5 в школе. Но я сказала, педиатрия – нет, ни за что. Я лучше потеряю год, но я ни за что не буду педиатром. Ну, вы видите, нельзя ничего загадывать, это я говорю молодежи, потому что пути Господни неисповедимы. И в свое время, когда таракальные хирурги наши ушли в 26-ю больницу из Гедува, вот через какое-то время я очень хотела работать и заниматься компьютерной томографией. И вот как раз Евгений Иванович пригласил меня к себе и говорит, что вот есть такая возможность, нужен рентгенолог на КТ в первую детскую больницу. Я говорю, в детскую больницу, а, нет, я же вообще не хочу знать этих детей. Он говорит, ненадолго, ненадолго, зато ты будешь работать на компьютерном томографе. Я сказала, да, это моя мечта. Это же на самом деле такая мечта, я просто спала и просыпалась с такой мечтой. Я пришла туда, и, понимаете, когда я увидела, что человека можно вылечить абсолютно, что вот он сейчас почти умирает, а через какое-то время, если мы, рентгенологи, в том числе, правильно, ну, с клиницистами установили диагноз, и лечение было адекватным, человек абсолютно полностью поправляется. Гематома там на полную, на целую левую лобную долю рассасывается бесследно, и гемипарез уходит. Разве такое может быть во взрослости? И придя туда в конце 1994 года, я вот не могу оторваться. Поэтому, конечно, педиатрия, педиатрия, еще раз педиатрия, неонатология, ну и, конечно, наверное, вот это вот всем уродом из детства, то, что я в институте очень много занималась пульмонологией, в том числе вот с Анатолием Петровичем Зельбером, наверное, это вот осталось во мне, и поэтому таракальная радиология, легкие, ну и сейчас вот уже и сердце, и МРТ, все это, ну вот, мне хочется, хотя мне уже много лет, но мне хочется еще развиваться и что-то новое узнать, и хочется учиться, потому что, ну, мне кажется, вот самое интересное – это учиться. Это точно. Наталья Александровна решением президиума в этом году избрали президентом грядущего Невского радиологического форума. Я, конечно, не прошу раскрыть все секреты, но, может быть, поделитесь с аудиторией, что нас ожидает, какие, может быть, новые направления будут освещены, какие-то другие моменты. Ну, во-первых, конечно, я хочу поблагодарить наше Санкт-Петербургское общество, президиум и всех людей, которые поверили в меня, потому что для меня это, ну, большая часть – это как бы такие слова, для меня это огромная ответственность, потому что я во многом, конечно, перфекционист, хотя борюсь с этой своей чертой. И я очень волнуюсь, и поэтому призываю всех помочь мне, чтобы Невский форум прошел достойно. Тем более цифра у нас такая – 13. А вот что мы придумали? Ну, конечно, как вы уже понимаете, ну, каждый делает то, что умеет. Конечно, это будет родом из детства. Конечно, мы будем говорить о различных детских патологиях. Конечно, обязательно у нас будет мультидисциплинарный подход, и это сейчас принятая история. Я думаю, что это уже не первый год у нас такие проходят совместные школы и научные секции. И, конечно, вот вы спрашивали меня про учителей, и я считаю, что у каждого из нас очень много учителей. И люди, которые были президентами наших Невских радиологических форумов в прежних лет – это в первую очередь для нас огромные учителя и примеры, как надо, в общем-то, вот жить, как надо расти, как надо развиваться. И поэтому я надеюсь, что они тоже примут участие, ну, и, может быть, откроют нам какие-то свои секреты. Ну, вот такие вот маленькие сюрпризики. На самом деле, конечно, во многом форум наш будет обращен в сторону молодежи, и я думаю, им это тоже очень понравится. Наталья Александровна, напомните нашей аудитории, девиз форума, как вы его придумали, что он означает? Ну, девиз форума у нас большой. Позвольте мечтам сбываться. Мне кажется, что люди с течением времени как-то, ну, зажимают, что ли, себя, не верят в себя, боятся задать вопрос, думая, что он глупый, боятся написать свое мнение, а вдруг оно будет отличное от других. И вот я думаю, что на нашем Невском радиологическом форуме все будет возможно. Будут, я думаю, близкие встречи, дискуссии, обсуждения практических начинающих врачей-рентгенологов с метрами рентгенологии. И это будет возможно. Я думаю, что мы сможем осуществить те возможности молодых, в первую очередь, рентгенологов, получить знания, может быть, встретиться и как-то завязать какой-то круг знакомств. Потому что понятно, что все равно очень многое строится на личных отношениях. И очень часто вот это вот какое-то обсуждение, какая-то реплика помогает тебе прийти к правильному диагнозу. Ну, а, конечно, опытных врачей-рентгенологов, профессоров, академиков, я думаю, их порадуют встречи, потому что мы рассчитываем, что формат будет как минимум гибридный, мы сможем встретиться живьём. И, конечно, вот на самом деле мы уже не первый год мечтаем пожать друг другу руки, а может быть даже обняться. И выпить чашечку кофе. Да, это точно. Наталья Александровна, а как вы считаете, в каком направлении дальше будет двигаться лучевая диагностика, причём это не в ближайшие перспективы 1-2 года, а может что-то заглянуть подальше, там 10 лет, 20, может быть появятся там новые методы, которые, или вообще искусственный интеллект нас всех заменит, и только компьютер будет писать заключение. На самом деле, конечно, тема искусственного интеллекта очень остра, и я даже сама её вот с течением времени переживаю по-разному. То есть сначала это было полное, конечно, неприятие и отрицание. Сейчас я понимаю, что искусственный интеллект, наверное, как бы мы не отрицали, он придёт к нам. И теперь, понимая, что он к нам придёт, я думаю, что нам надо его правильно использовать. То есть, наверное, сейчас большая ответственность перед рентгенологами, которые возглавляют кафедры, являются преподавателями, являются ведущими научными сотрудниками в различных учреждениях. Именно совместно сформировать то русло, где этот искусственный интеллект будет нами применяться. Потому что всё равно невозможно уйти от живого общения, от живой дискуссии. Это незаменимо. Какие бы мы ни писали стандарты, какие бы мы ни разрабатывали алгоритмы, всё равно каждый человек индивидуален. И поэтому подход индивидуальный, так называемая персонализированная медицина, мне кажется, она вот всё-таки... Всё равно мы к этому придём. Это будет немножечко другой виток. Сейчас у нас много стандартов, у нас искусственный интеллект будет помогать писать нам заключения. Но потом мы придём к тому, что персонализированная медицина очень важна. И вот тогда, я думаю, если мы сохраним вот эти свои интуиции, знания, опыт, он и так востребован, но он будет ещё более востребован. Потому что никакая машина наверняка не сможет учесть вот эти индивидуальные особенности. Да, и какие-то фразы, которые бывают, просто совершенно меняют твоё представление о том, что ты видишь. Ты смотришь в экран, и тебе лечащий доктор говорит. Так вот, я говорю, ой, это кажется, аспирация какая-то ещё что-то. Да, ребёночек принимает масло Лоренцо. Так это же липоидная пневмония. И у меня всё сразу складывается. То, что я никак не могла заложить в пазл. Поэтому, мне кажется, всё равно вот это будет. Опыт, обучение хорошо, но интуиция тоже иногда тоже играет важную роль. А интуиция – это опыт? Да, это то, что мы накопили, то, что мы увидели. Это подсознательный опыт так воспроизводится. Наталья Александровна, вы всегда активно участвуете в жизни Санкт-Петербургского радиологического общества. Может, у вас есть какие-то пожелания, предложения по развитию общества, которые Президиуму было бы интересно услышать и попытаться реализовать? Ну, я, конечно, не могу сказать, что я сильно активно участвую. Спасибо большое. Но я люблю наше радиологическое общество. Я считаю, что это наша семья. А в семье, даже если мы о чём-то спорим и дискутируем, это всё равно очень правильно. То есть в любом споре всегда рождается истина. А в научном споре – это диспут научный. Поэтому, мне кажется, то, что я вижу, может быть, благодаря новой коронавирусной инфекции, вот это развитие, большое количество вебинаров, большое количество образовательных программ, олимпиады, конкурсы для молодых учёных, вот такое огромное внимание молодёжи, конечно, это не может не радовать, потому что это же наше будущее. И, наверное, мы должны, безусловно, приучать их к правильным каким-то, ну, интеллигентным, так скажем, манерам, но в то же время мы сами тоже должны понимать, каково сейчас общество, какие веяния вообще в радиологическом мире и в современном мире. И вот, мне кажется, наше общество очень современно. Поэтому вот это направление, я думаю, что надо развивать, потому что это даёт свободу. А когда человек свободен, у него рождается очень много креативных, интересных идей. И вот если мы всё это будем собирать в общую копилочку, я думаю, что у нас всё будет хорошо. Спасибо, будем стараться. Анатолия Александровна, у нас аудитория состоит тоже из молодых специалистов, как вы правильно заметили, активно участвуют у нас в вебинарах, и даже будучи студентами уже начинают копить баллы НМО. Как вы считаете, какие качества им нужны, чтобы стать хорошими специалистами именно в области лучевой диагностики? Ну, какие качества? Качество, конечно, я считаю, любознательность. Это самое главное качество. То есть человек должен хотеть что-то знать. Трудолюбие, потому что без этого никуда. Какие бы мы ни были талантливые, как бы легко мы что-то не запоминали и не изучали, только такой вот кропотливый, тщательный труд, он, безусловно, приносит свои плоды. Ну и вот это вот то, что я говорила, потому что я работаю с молодёжью, я это чувствую, не должно быть страха, потому что надо задавать вопросы, надо идти со своим вопросом до конца. Пусть даже там ты дойдёшь до самого высокого, по твоему мнению, врача. Если ты не согласен, и если у тебя другое мнение, говори его. И если ты ошибся, в этом нет ничего страшного, потому что не ошибается только тот, кто не работает. Поэтому давайте работать, и давайте вместе развиваться. Поддерживаем, Талисанна. Талисанна, спасибо за очень интересное интервью, за такие развернутые ответы. Мы очень рады, что вы нашли время посетить нашу студию. Большое вам спасибо. Спасибо, Игорь Сергеевич. Я думаю, будем дружить. Это однозначно. Спасибо, Игорь Сергеевич. Спасибо.